привет всем на кухне для всех домашние разные вкусные рецепты мы тут готовим и сегодня у нас баклажаны баклажаны не простые а маринованные нашими руками будут очень вкусно очень практично и прям вот восхитительно вот прям восхитительно и никак по-другому не скажешь делаются очень быстро на следующий день можно их уже кушать холодная закуска к вашему столу это просто будет восторг ваши гости будут просить рецепт а вы знаете что сделать а вы мой видосик кидайте и все будет хорошо они тоже будут уметь готовить вкусно поехали конечно же нам потребуется баклажаны у нас покупные но если у вас есть свои это будет восхитительно вдвойне отрезаем конечно же попки ну так раз раз теперь берем овощечистку и снимаем кожуру небольшой вам лайфхак вот очистки вот эти вот обычно все выбрасывают а вы не выбрасывать будьте немножко практичнее и хитрее берете замораживаете морозилочки а потом когда будете варить бульончик овощной туда добавили у вас прям бульончик будет насыщен баклажановым вкусом теперь мы берем наши баклажаны и нам нужно порезать их на пластины не надо слишком толсто и не надо слишком тонко примерно вот по пол сантиметра наши баклажаны порезаны давайте теперь приготовим маринад в котором мы будем мариновать наши баклажаны мы высыпаем сюда сюда в кастрюлю сахар соль где-то 5 лавровых листиков их можно напополам разломить отправляем сюда гвоздику и перец черный горошком также отправляем сюда растительного масла отправляем сюда воды и отправляем сюда уксуса нашем случае это винный уксус столько же сколько воды где-то его добавляем миллилитров 50 на наше количество у нас винный уксус 4 процентный яблочный но вы можете обычные 6 процентный уксус использовать если у вас нету винного теперь берем ложечку все это перемешиваем так просто между собой не обязательно чтобы у нас тут все растворялось сахар соль просто между собой перемешали и теперь вот этот наш маринад отправляем на огонь на средний минут на 10 чтобы у нас это все прокипятилась и между собой соединилась во вкусах пока наш маринад кипит и насыщается мы обжарим наши баклажанчики у нас уже очень хорошо разогрелась сковородка мы смазываем ее чтобы не было излишков масла кисточкой и теперь сюда отправляем наши баклажанчики нам нужно их обжарить с двух сторон до образования золотистой румяной корочки на сковородочке гриль как вы понимаете будет намного красивее потому что она оставляет вот такие вот прекрасные полосочки ну и таким образом мы обжариваем все баклажаны а тем временем наш соус очень хорошо прокипел и мы оставляем его в сторону чтобы он чуть-чуть остыл как вы видите наши баклажаны пожарились и я их уложил вот такой лоток если вы хотите использовать какую-то другую посуду смело действуйте главное чтобы был результат мы берем чеснок здесь у меня примерно 10 головок просто на кружочки нарубил чеснок часть мы давайте сразу сюда высыпем и теперь берем наш маринад я из него вытащил уже лавровый листик все остальное у и берем ложечку и аккуратно не спеша поливаем наши баклажаны те несколько ложечек добавили и теперь начинаем нижние баклажаны планы смотрите чтобы они у вас не рвались и оставались целиком перемешали добавили оставшийся чеснок и сверху заливаем оставшимся маринадом все и теперь еще раз уже не спеша прям тщательно каждый кусочек вот так вот в маринаде искупаем все я очень хорошо перемешал наши баклажанчики прям все кусочки тщательно промокнул уложил все это слоями и теперь можно вот так вот прям рукой его смотрите придавить мы дадим сейчас нашим баклажанам полностью остыть потому что они еще теплые от жарки и маринад был слегка теплый и как только они остынут накроем пищевой пленкой либо фольгой либо если у вас есть крышка от вашей емкости и убираем в холодильник до следующего дня по большому счету их можно есть уже на следующий день но если они у вас постоят пару дней это будет просто еще вкуснее утром когда вы проснетесь если вы делаете с вечера если вы делали утром то вечером этого же дня достаньте еще раз все хорошо на всякий случай перемешайте приятного вам аппетита